Привет, друзья! В этом видео я хочу показать, как я буду делать салат из моцареллы. Вот у меня есть пакетик такой вот моцареллы небольшой, и я хочу сделать салат, посмотреть, что у меня есть в холодильнике, что я могу замиксовать в этом салате. То есть он будет такой мною придуманный, может вы возьмете что-то для себя на заметку, либо каким способом можно еще приготовить салаты с моцареллой. Ну и по факту можно моцареллу, я думаю, заменить фетой. Кто любит брынзу, то брынзу может добавить вместо моцареллы. У меня есть моцарелла, и сейчас я буду смотреть, что у меня еще есть в холодильнике. А у меня есть в холодильнике еще вот такая маленькая консерва Рио Мор. Это туна в Алии, то есть тунец в Алии. Кто видел видео-посылку с продуктами, сырами, это посылочка от Наташи. Она занимается этим продуктом из Европы, вкусняшкой из Европы. Вот с той посылочки у меня остался сыр. И, собственно, туна в Алии, тунец в Алии. Я хочу это замиксовать. Посмотрим, что у меня есть из зелени. Думаю огурцы, помидоры добавить. Вот, у меня есть помидоры. У меня есть огурцы. У меня есть вот такая зеленушка. Тут набор. Тут петрушка, зеленый лучок и это, как ее лохматая. Укропчик, точно. Еще я всегда ем салаты каждый день. Я стараюсь есть салаты с помидорами, огурцами и с вот такой вот зеленью. У нас в нашем магазине фора, который возле нас редко можно найти. Вот такую вот зелень. Поэтому я прошу, когда кто-то едет в большие магазины, чтобы покупали мне салаты. Вот такой вот листья салаты. Вот этот салат тут немного испорчен. Это оторвем. И вот такой вот интересный салат. Он похожий листьями на щавель, на шпинат. Но это какой-то особенный салат. Название вам я, к сожалению, не назову сейчас. Но я думаю по... Раз, два, три. Название его я не знаю, не назову вам. Но это разновидность листьев салата. Что у меня еще есть? А еще по возможности я прошу, чтобы мне покупали салат Айсберг. Вот Айсберг. Он очень хрустящий, очень вкусный. Вот. На ту маленькую моцарелку я хочу замиксовать все, что у меня есть. И посмотреть какой салат получится. Заправлять я его не буду. К сожалению, нет у меня лимона. Но можно в конце салат сбрызнуть лимоном. Хотите там заправлять еще какими-то соусами. Но я не хочу, так как у нас будет моцарелка. Она сама вкус придаст. Можно, конечно, добавить в этот салат семечки. Вот они уже почищены. Они не жареные, они сырые. Но они тоже придают классный вкус. Кто любит кунжут, может еще добавлять кунжут. А я из этого всего сейчас замиксую наш салат с моцарелкой. Ну вот, я взяла два листика айсберга салата. Хотела аккуратненько, красивенько оторвать. Но они у меня порвались. Сейчас я их помою. Вот листья того салата, которого я не знаю, как он назывался. Но похожи на листья щавля и шпината. Вот. Такой он тоже свой дает. Каждый салат дает свой вкус. И оно получается очень-очень вкусненько. Вот. Лохматые нам привычные листья салата. Которые такие, конечно, есть почти в каждом магазине. Огурец. Один помидор. Петрушечка. Укропчик. И одну цыбулечку возьмем. Наша моцарелла. Это основное, скажем так, будет в нашем салате. И наш тунец. Все. Сейчас я помою то, что зеленое и овощное все перемою. И приступим к нарезке. Вот я помыла наши все салаты. Все, что мы можем порвать, мы рвем руками. И сначала это у меня будут листья салата разного. Чтоб ножикам их сильно не приминать. И дать свою энергию этому салату. Свою любовь, радость. Там что-то приговаривать хорошенькое. Здоровья желать всей семье. И тем, кто будет есть этот салат. И плюс то, что руками вы эти листики салата не приминаете сильно. Как бы если бы резали ножом, то это было бы мучение для них. Так вот, хаустично, красивенько. Вот он, такой пушистый. Не приминается. Много водички. Конечно, водичку так вот, чтобы она хорошенько стекла. Нужно брать еще фиолетовые листья салата. Оно тогда будет давать контраст, такой красивый. Но фиолетовые, они попадаются очень горькие. А есть такое, что и не сильно горькое. Вот смотрите, получается у нас вот так красивенько. Один взяла помидорчик. Огурец я от кожуры очистила. И все огурцы я как бы чищу от кожуры. Потому что они там бывают с острыми, очень такими пупырышками, как у кактуса. И вообще неизвестно, чем их обрабатывали. Потому что я... И поэтому я отрезаю всю шкуру. Помидоры, огурцы я нарезаю тоже очень просто. Так вот, напополам. Вот эти штучки я убираю в серединке. Сами знаете, они невкусные. А помидорчик вежу таким вот образом. Желательно тоненьким. Это уже как у кого будет получаться. Надо будет еще придумать название этому салату. Весеннее свежее с моцареллой. Или там салат праздничный с моцареллой. Весенний праздничный салат с моцареллой. Ну, тут уже надо подумать, как его назвать. Из того, что было, я его слепила. В этот салат вы можете добавлять все, что есть у вас в холодильнике. Как можно больше зелени. Высыпаем. Петрушку, укропчик я буду в последнюю очередь вмешивать. Так, досточку откладываем. И теперь давайте приступим к открытию моцареллы и тунца. Так, открываем. И тунец. Что, наверное, с этой лейкой, да? Вылим в салат. Ну, ты как раз будет место заправочки. Так, и вот так вот вилочкой отковыриваем. Она у нас небольшими кусочками вот так вот вываливалась. Какая интересность. Вкусный. По соли будем потом смотреть. Как мы добавим все ингредиенты, перемешаем. И по соли уже будем смотреть, нужно ли досаливать или нет. Так, моцарелку вскрыли. Хочу вылить все сюда сначала. Боже мой. Что-то разливается. Вот видите, оно в жиже такой там плавает. Выковыривайся давай. Кто цветок ведь крыльт? Такими маленькими кусочками. Чем меньше дырку не мог сделать. Все. Справились. Так. Вот видите, оно такое шариками. Интересное. Да? Интересное? Знаю, я думаю, эти шарики располовинить все-таки. Так, надо посмотреть какая-то юшечка. Насколько она соленая или нет. Ой, оно вообще не соленое. Ух тышка. Ух тышка. То есть, вот эта моцарелка, она оказывается вообще не соленая. Я думала, что оно наподобие, типа, знаете, фиеты, брынзы, там такое. Оно... Ой, класс. Оно такое слегка молочный вкус, но не кислый, абсолютно не кислый, абсолютно не соленый. Поэтому досаливать надо будет. А как же ж нам взять, порезать его? Или может... Вот. Таким мы образом поступим. Так. Короче, накалывая. Так. Очень интересная. Круто. Я думаю, что даже вот эту юшечку можно тоже немного добавить в салат. Вместо заправки, вместо майонеза, подсолнечного масла. Зачем? Если был бы еще лимончик, вообще красота. Было бы. Так. Что-то у меня ручки дрожат. Так. Боже мой, очень вкусно. Моцареллу, в общем, я вообще не пробовала. Никогда ни разу, но могу сказать, что это вкусно. Это очень вкусно. Так. Мы. Все-таки посолим. Знаю, хочется чего-то вот так вот сделать немного. Все. Где наша соль? Все вот так вот подсолим. Теперь нам нужно еще покрешить зелень. Так. Вот эти вот плохие штучки, сцебульки я с лучка нашего выкидываю. Вот эти бревна, такие я тоже в салат не буду кидать. Меня интересует только зелень. Так. Теперь займемся всей этой красотой. Что-то нехорошенькое. Все. И как вы привыкли, так и режете зеленушку. Вот так вот в пучок собираю. И режу. Все. Красотень. Теперь нам добро надо будет перемешать. Вообще круто. Думаю, салат должен получиться вкусным. То есть, если хочется сделать себе праздничное настроение, порадовать себя, то можно такой сделать себе а-ля праздничный салат. ложечку возьму. Так, взяла ложечку. Теперь все это нам прелесть. Нужно аккуратненько перемешать. ложечкой с самого дна, не спеша, аккуратненько. Название этому салату может придумать каждая свое, смотря что вы будете туда добавлять. То есть, весеннее настроение с моцареллой и тунцом. Там праздничные стола, салатом. Салат Вдохновение. На все, что было в холодильнике, нашли, вдохновились и сделали салат. Замиксовали. Куча всего вкусненького. Ручки чистенькие, поэтому помогаем руками. Думала, что будет его, конечно, меньше. И, по идее, должно было меньше его получиться. Но вот ой, аж вываливается. Чья такая голодная, чего она так и вкусная. Так. Аккуратненько. Смотрите, какие у нас красивые листочки. Вообще красотень. И вообще хочу вам сказать, что зеленые эти листья салата, они очень полезные. Поэтому я за вот такой вот свежий салат с листочками. Консервацию я уже вообще давно не ем. Это очень вредно. Кто не знал. А вот такие свежие салаты. Это просто обалденно. Вот. Можно себе в красивую тарелочку положить, выложить. Будет очень красиво, очень вкусно. так что пробуйте обязательно такой салат из какой-то вот с каким-то мяском, с пюрешечкой, или что вы любите больше на гарнир. Будет самое. Но можно кунжут добавлять на ваше усмотрение. Можно вот такие вот семечки. как бы добавить тоже изюминку к своему салату. Вот такую тарелочку допустим поставили на стол, а в красивой тарелочке уже насыпали салат. Смотрите, как красиво смотрится. А у нас готовится картошечка, пюре и мясо по-французски. Этот салат будет просто здорово к такому, к таким блюдам. Так что приятного аппетита. Обязательно попробуйте. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Все, всем приятного аппетита. Пока-пока. Мясо по-французски очень сочное. Я люблю делать сочное. много-много лука. Мясо тоненькое, хорошенько отбито и она тогда сочная и очень вкусная. Салат и картошечка, пюрешечка без комочков. Ням-ням-ням. Приятного аппетита! Продолжение следует...